Ну и долгое же это, друзья, занятие, березовый сок. Эта бутылка уже полная, переливается. На пути попались такие вот грибочки. Всем весенний привет! Наконец-то закончилась зима, потеплело. И люди говорят, уже пошел березовый сок. Вот я взял такие две бутылочки. Сейчас хочу найти подходящую красивую березу и попробовать с нее добыть березовый сок. Берез в лесу много, в таких вот балках. Но они среди сосен. Говорят, что если береза растет среди сосен, то лучше не надо добывать. Не знаю почему, кто знает, напишите в комментариях. Но я такое слышал. Сейчас хочу найти просто отдельно березу, а может две. Те, которые стоят по отдельности от сосен. И там попробую что-то добыть. Что добуду я покажу. Но вы смотрите видео, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Брёвна, друзья, очень скользкие. Думал перейти, но чуть не упал. Буду здесь нырять. Даже очень скользкие. Лед отдыхает. Ух ты. Да, такая маленькая лужа. Может деловно творить. Сейчас где-то должна быть березовая роща. Уже где-то близко. На пути попались. Такие вот грибочки. Как в фильме «Чужой». На березе растут. Споры сыпят. Кто в курсе, кто грибник. На канале у меня много грибников. Напишите про этот вид грибов. Друзья, кто будет добывать березовый сок, не пейте его на ночь. Маленький совет. Так как не уснете, очень сильно мочегонный. Я в прошлом сезоне напился. Так всю ночь не спал. Через каждые пять минут бегал в туалет. Так что имейте в виду. И вот, наверное, я пришел на место. Виднеется роща березовая. Сейчас найду самую подходящую. И буду бурить в ней дырочку. Вот какая красота. Все рябит. К сожалению, близко дорога. Но сейчас отойду подальше. Мне понравилось, мне, друзья, в той березовой роще, она возле дороги. И сильно шумно. Берез много, но шумят машины. Отошел подальше. Нашел вот такие вот прекрасные березы, в которых полно сока. Сейчас здесь буду его добывать. Красивое место. Взял вот такой штопор. Буду им бурить дырки в березе. Некоторые носят дрель. У меня более гуманно. Еще взял вот такие трубочки для сока. Их буду вставлять в отверстие, там, где пробурю. И с них будет капать бутылку. Наверное, буду все делать по высоте бутылки. Примерно так. Надо будет саму бутылку зафиксировать, чтобы не упало. Вот, где-то в этом районе должно быть. Сейчас пробурю. вот он, ребята, капает. Сейчас ставим трубочку. бутылку. Чувствуется, сильно холодно. поставим бутылку. Сейчас я чем-то подопру. Ну, а заодно и просверлим еще одну дырку для другой бутылки. Примерно по высоте будет. Где-то так. Будут цели здесь. Поехали. Немного, друзья, о полезности березового сока. Говорят, что полезный для сердечно-сосудистой системы. Врачи его выписывают для профилактики атеросклероза. Ну, так еще, я думаю, что полезен для почек, потому что после него в туалет бегаешь, как сумасшедший. Вымывает с тебя все. Так что смотрите сами. Пить вам этот сок или не пить. Ну, а срок годности его двое суток. Вот как раз мне эти две бутылочки моих на двое суток и хватит. Ну, и также богат витаминами, минералами всякими разными. Почитайте, кому интересно на просторах интернета. Ну, и вот, друзья, основное дело я сделал. Теперь остается только ждать. Одна бутылка стоит, капает с этой стороны. Другая бутылка капает с этой стороны. Сейчас я положу немного ваты на горлышко, чтобы муравьи не поналазили. И с этой стороны тоже. Так, а сам пойду, разведу костер и что-то приготовлю себя покушать, потому что ждать мне придется где-то час, может больше. И нужно совмещать приятное с полезным. Там есть озеро красивое. Там есть и сейчас попробую устроить себе пикник. Вернусь где-то сюда через час и покажу, что накапало. «Закон» фору, чтобы было на грамоте и «закон» и «закон» 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 и «закон» и Продолжение следует... Прошло где-то полтора часа, посидел я на озере отлично, поел хорошо. Вернулся, ватки я поснимал. На этой бутылке ватка напиталась и капала мимо, получается. А вот на этой вот уже столько накапало. Ладно, пускай еще капает, пойду где-то часика полтора погуляю. А вот еще вопрос зрителям. Вот здесь течет такая маленькая речка. И одни люди говорят, что если береза растет где-то в низине, то сок такой более разряженный и не сильно вкусный. А та береза, которая растет выше, там сок более насыщенный. Кто в теме этого вопроса, напишите в комментариях. Будет интересно почитать. Я набираю чуть-чуть выше речки. Ну и долгое же это, друзья, занятие. Березовый сок. Эта бутылка уже полная, переливается. Пенка, как у пива. А эта бутылка почти полная. Ладно. Я уже успел второй раз проголодаться. Пойду еще где-то полчасика. Похожу. Ну наконец-то, друзья, баки полные. Думал, терпения уже не хватит. Эта бутылка справа уже давно полная, переливается. Это тоже уже переливается. Пить я сок не буду, потому что он сильно холодный. Только оттерпну. Немного, так как пускай греется. Я недавно горло речу. А вот дома он нагреется. И будет само то. Я не знаю, как сейчас заткнуть эти дырки. Одни люди деревянные чопики забивают. Сейчас что-то придумаю. Холодный. Вот оно, счастье. Такие деревянные палочки, сухие я нашел. Попробую заткнуть. Думаю, вряд ли это поможет. Сок все равно будет просаживаться. Но мое дело заткнуть. И вторую тоже. Когда сокодвижение остановится, сок прекратит сам идти. Потому что березе ничего плохого не будет. Все, друзья. На этом буду заканчивать вот такой вот хороший результат. Мне на два дня. Так что пока сезон сока. Советую пойти в лес. И собрать березовый сок. Ну а я буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч.